Естественно, основная, главная тема сегодня – это события в Белгородской области. Близкие тебе Легион Свободы России и, в общем, РДК такой сиамский, его близнец, так сказать, два соединения, состоящие из россиян. Много чего до этого говорилось, что то ли они есть, то ли их нет. Ну, вот я лично посещал, когда был в Киеве, Легион Свободы России, они меня приглашали, я встречался с курсантами, рассказывал им о многом. Ну, в общем и целом, я могу подтвердить, что этот Легион существует, не берусь судить о численности, но это вопрос секретный, не знаю. Но, во всяком случае, сегодня-то воюют вполне себе настоящие военнослужащие, а не какие-то там абстрактные, значит, какие-то неизвестные, да, и так далее. Потому что я вот даже на тех кадрах, которые размещены, не знаю, как ты, я видел очень много тех, с кем я знаком и так далее. То есть, они находятся в Говородской области, там три села. Самое крупное, насколько я понял, поселение Гайворонское, которое они также, в общем, то ли захватили, то ли вели там бои. В общем, всей информации пока нет, но о чем это все может свидетельствовать? Вот если конкретно и если обобщить, значит ли это, что, ну, в общем, проходит тест такой, насколько можно, в принципе, перенести в полном смысле войну на территорию России? Хотя бы приграничную территорию, там, захватить Белгород, захватить Брянск, вот, и так далее. Как тебе это видится? Марк, захватить или освободить? Освободить, конечно, освободить. Ну, в данном случае дело не в дефинициях, ты же понимаешь. Лексика здесь... Эти нюансы ваши важны. Эти нюансы важны, и даже не потому, что публика нервически следит за оговорками, а просто сразу начинаем, да, с этих самых, с исправления имен, знаете, как у китайцев. Если они захватывают, то, значит, прав Путин, а не захватчики. Если они освобождают, значит, Путин не прав, а они освобождают. Это же граждане России. Извини, конечно, я вообще не представляю, хоть в чем-нибудь Путин может быть прав. Ну, ну, теоретически, да, давай, я к тому, что мы бы сразу были точны. Это граждане России, они провозгласили своей целью освобождение России, легион свободы России называется, же, в общем, секундочку. Освобождение ни от кого-нибудь абстрактного, от конкретного путинского режима. Есть российская оппозиция, которая подписала декларацию берлинскую, где считает необходимым освободить Россию. Она декларировала, где политическая декларация, эти люди давно декларировали, еще в апреле прошлого года, что они будут бороться за освобождение России вооруженным путем. Вот они перешли к действию. Там нет ни одного из служащих украинских вооруженных сил. Это два российских подразделения боюют в России с путинским режимом. Поэтому мы как бы, как это сказать, деликатно, с удивлением и радостью смотрим на то, что происходит, на их успешное действие. Надеюсь, после сегодняшнего дня ни у кого нет вопросов относительно того, а существует ли Легион свободного России и РДК. Как бы теперь уже все поняли, что существует, наверное. Поэтому мне больше здесь чисто, вот если переходить к военному аспекту, а не политическому, идеологическому содержанию, то мне больше всего нравится реакция путинской стороны. Будем называть ее путинской. Кстати, между прочим, что касается словаря. В любом деле важен словарь. Вот сегодняшний словарь, он уже привел нас к чему? Что мы уже не говорим войска Российской Федерации. Правильно? Это неправильно. Мы должны говорить, есть путинская сторона, а есть, например, сторона вооруженной оппозиции Путину, которая активно действует. Так вот, путинские войска, с военной точки зрения, оказались удивительно не готовы к тому, что происходит. Вот сейчас уже ночь. Я так понимаю, подразделения находятся там и никуда не собираются выходить, судя по информации, которая есть в открытых источниках. Они сбили российский вертолет сегодня. Там много чего произошло. Там погибла группа ФСБ оперативного реагирования. Были атакованы военные цели. Заметьте, что по сообщению самих российских властей, мирных жителей погибших нет. Есть восемь раненых, и еще большой вопрос, кто их ранил. То есть, когда приходят путинские войска сюда, первое, что мы слышим, это потеря мирных жителей. Когда они тут действуют, стреляют, воюют и так далее. Вот, пожалуйста, более суток идет бой в Белгородской области. Как бы на нескольких направлениях нет погибших мирных жителей. Теперь вопрос, кто больше любит Россию. Путинские войска или те, кто пришел освобождать от Путина. Но то, что я знаю, сейчас российские путинские силовики тупо не понимают, что там происходит. Они не понимают, сколько групп зашло, как они воюют и где. Они перекрывают дорогу, а теперь внимание. Перекрывают дороги в Белгород, выстраивают там систему обороны. Внимание! Они перешли к обороне в Белгородской области, Российской Федерации. На самом деле уже. Даже здесь они перешли к обороне. Чего уж говорить про Украину. Поэтому я считаю очень милым то, что легион и РДК перешли к контрнаступлению на российскую территорию. К ее освобождению даже раньше, чем силы обороны Украины перешли к контрнаступлению на нашей стороне. Но оно им понятно. Они, может, даже где-то как бы... Ну вот, хотели бы сделать это раньше. Освободить Россию от Путина. Это к вопросу о том, есть ли хорошие русские. Это к вопросу о том, есть ли здоровые силы в России. Есть. Это люди с оружием в руках, которые борются против Путина. На секундочку. Вот он, пожалуйста. Борется успешно. И вообще они до этого на фронте показывали чудеса. Чудеса героизма. Особенно они любят выступать против вагнеровцев и особенно против кадыровцев. То есть они сами просились на наиболее тяжелые участки фронта всегда. Говорят, у нас с ними давние счеты, и мы как у русских. И мы хотим с ними свести. И мы хотим с ними немножко поквитаться. Вот, пожалуйста, у них появилась возможность. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, а вдруг это будет в другой области какой-то еще. Может, и не будет. Будет ли это развиваться в Белгородской области? Или это разовая акция для того, чтобы сковать силы противника, резервы, не дать перебросить их, например, на другие участки? Чего греха таить? Это политическая составляющая мощная. Потому что мир сегодня узнал, что есть вооруженная позиция режима Путина. Но в любом случае, сегодняшний день будет одним из самых ярких дней этой войны. Их успешные действия. Их действия успешные. И абсолютно бестолковые. Есть такое хорошее украинское слово. Неоковырни. Это означает по-русски и бестолковые, и неуклюжие одновременно. Назграбные действия путинских силовиков, они показывают, что режим-то дутый на самом деле путинский. Ему просто по-настоящему в России до сих пор никто не сопротивлялся. А если начать сопротивляться по-настоящему, ну, неизвестно, сколько, как быстро он трестит. Я думаю, быстрее, чем все ожидают. Поэтому это большой день. И вне зависимости от того, как он закончится и что будет дальше, это очень мощный сигнал тому, что не все в России сводится к Путину. Далеко не все. Есть другие русские. И самое главное, это даже не конкретное количество уничтоженных ФСБшников сегодня и так далее. Это вопрос, что есть другие русские. Русские, которые видят другую Россию, готовы отдавать жизни за то, чтобы Россия стала другой. Вот это самый мощный сигнал сегодняшнего дня. Самый важный. Ты понимаешь, какой здесь вопрос? Ведь вот ты говоришь, что предположительно, опять же, всего мы точно не знаем, потому что совершенно разноречивые сведения. Я даже не говорю о Кремле. Он там, пропаганда это одно. Мы ее вообще в расчет наберем. Они там всех убили, все решили, специально заманили, сегодня была версия. Мы говорим о реальности возможностей. Потому что закрепиться вот этим соединением РДК и ЛЦР, ну, в общем, непросто, если бы такое стало возможным. Считаешь ли ты, что сил могло быть достаточно для того, чтобы держать такую оборону? Или же критически важно, чтобы зацепиться за Белгородскую область, чтобы, ну, части российской армии начали переходить на сторону вот этой военной оппозиции. Давай ее так назовем, русских военной оппозиции. В конце концов, мирные граждане, то есть гражданское население вдруг, а что, мы здесь власть. Мы теперь вот тоже хотим порядки свои устанавливать. Пусть даже в Гайворонском районе, там, не знаю, где-то здесь. Для того, чтобы это произошло, они должны продемонстрировать явные и устойчивые военные успехи. Потому что одно дело для действия отдельных групп, другое действие, например, военная сила способна удерживать территорию и администрировать ее должным образом, военно и политически. Не знаю, готовы ли они к этому этапу, испытываю определенные сомнения, хотя посмотрим. Но то, что они способны успешно, то, что называется, кошмарить, на таком военно-жаргонном языке, путинский режим, да, и, скажем так, заставлять международную политику, ее фигурантов в виде отдельных стран, партий и так далее, уже сделать, они создали ситуацию, которую невозможно игнорировать. Как бы все вынуждены определяться по отношению к российской оппозиции вообще и российской вооруженной оппозиции в частности. А это по крупице забирает у Путина что? Право представлять народа России. Монополию, да. Монополию, да. И это важнейший элемент. У меня, как бы, их военная часть даже меньше во мной. Тут очень сильная политическая история. И если когда-нибудь, а вот этого я уже совершенно не исключаю, не сейчас, так в дальнейшем, на территории России начнут обнаружить, Российская Федерация начнут образовываться зоны, свободные от Путина, со своей администрацией, с военным режимом. И если дойдет, как ты говоришь, до перехода российских воинских частей на сторону вооруженной оппозиции Путина, это будет начало конца режима, буквальное начало конца режима. А если они думали, что они будут безнаказанно топтаться по Украине, то это решать. Если они принадлежали Запорожская и Херсонская область вместе с Донецкой и Луганской, то они очень сильно ошибались. И сейчас это обидно все, что они ошибались. Самое забавное, что войск там не так много. То есть, их возможности по противодействию этой вооруженной оппозиции очень-очень ограничены. Они не готовы были ни к этому сценарию, ни фактически силы, ни физически, для того, чтобы заниматься квалифицированной борьбой с вооруженной оппозицией, очень мало. Посмотрим, как они будут реагировать. Сейчас они явно в растерянности. В общем, это открывает богатую, очень богатую перспективами дорогу. И далее мы посмотрим, сейчас трудно говорить о планах их командования, легиона, например, РДК, что они будут делать дальше, с какой частотой, возможно, будут эти акции, если они вообще будут и прочее, прочее. Но главное произошло. Повторюсь, главный фактор здесь политический. Что есть вооруженная оппозиция режима Путина, что есть русские, которые не ассоциируются с Путиным, они ассоциируются с теми, кто хочет его устранить от власти. Что они обладают силами, позволяющими вести вооруженную борьбу. И что они способны создавать на российской территории, территории, свободные от путинского режима. И что они воюют цивилизованно. Повторюсь, внимание, по поводу смертей мирных жителей. Поэтому, в отличие от путинских силовиков, и мощь этого сигнала не перебить на данном этапе даже военными достижениями. Если же, как ты говоришь, будут переходы их частей, российская армия на их сторону, то ситуация может обвалиться гораздо быстрее, чем нам кажется. Гораздо быстрее. Потому что тут стоит только начать, она может стать обвальной, это может быть цепной реакцией. Я не думаю, что в армии в восторге от путинского режима. Не думаю. Кроме того, военные понимают, что из них сделают козлов отпущения. Из них уже в значительной степени сделаны козлов отпущения. За эту войну и будут делать дальше. Потому что, когда Путин проиграет, всегда кто-то должен оказаться виноватым. И более удобных кандидатам на это, чем военные, не существует. Если позволяют прихожим орать на военных, сам по себе не орал бы, это Путин поощренный, то ясно, что будет дальше. 17 командующих армий и крупных соединений было сменены, часть из них под следствием находится. Когда появится воззвание Легиона Свободы России к российским военным, это будет второй этап, как мне кажется. Я думаю, оно рано или поздно появится. Это логично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok